Друзья, всем огромный привет! Для нашей сегодняшней идеи буду использовать аккумуляторный шуруповерт бренда Denso. Очень мощный и современный инструмент, у которого практически неограниченные возможности применения. Подойдет и для любителя, так и для профессионала. Шуруповерт обеспечивает комфортную и безопасную работу, благодаря системе защиты от перегрева и перегрузки. Оснащен LED-подсветкой, имеет 20 ступеней регулировки муфты ограничителя крутящего момента, что позволяет работать с разными материалами. Данный шуруповерт приобретал в магазине InstrumTorque. Но также я позаботился и о вас, и для вас, дорогих подписчиков, я выбил промокод на скидку в 10% на весь ассортимент на сайте. По промокоду ДЕЛАЙСАМ10. Всю подробную информацию вы найдете под роликом в описании, так что не теряя время, приобретаем отличный инструмент по отличным ценам. Вы знали, что у шуруповерта есть не только возможность закручивать саморезы, проделать отверстия при помощи сверла, но и ряд других возможностей, которые можно использовать при помощи шуруповерта, которые сегодня я и покажу в нашем видео. Многие из вас, я думаю, сталкивались, когда нужно проделать отверстие в резине, либо в ткани, что получается, когда мы используем шуруповерт и сверло. Все правильно, у нас закручивается ткань, либо резина. Для этого нам подойдет любая круглая трубочка. Желательно немножечко подзаточить. Закручиваем ее в шуруповерт. И в любом месте у нас сразу получается отверстие. Здесь обломные саморезы и той же самой трубочки. Теперь можно сделать вот таким вот способом. Теперь чем-нибудь поддеваем. Мы видим наш саморез, который теперь можно подцепить и выкрутить. При той же самой трубочке высверливаем отверстие. И на другом месте получается такой вот шкантик, который можно поставить в том месте, где нам необходимо закрыть. Берем клей ПВА, наносим туда журненько. Вставляем шкантик, оставляем высыхать. Отрезаем и все, у нас получается закрытый деревях. Шуруповерт также может дополнить дополнительным функционалом. Всего лишь один и один магнит, который можно даже не приклеивать. Вставляем его в отверстие, которое у нас предназначено для крепления шуруповерта. Все, берем теперь саморезики, они у нас уже будут передвижаться. И всегда теперь удобно, когда у тебя под рукой находятся саморезы. Но также, как видите, можно еще доработать и саму битку. Также при помощи любого магнита, в моем случае это, конечно, неодимовый магнит, можно улучшить битку. Раз все у нас, саморезы уже держатся. Это очень удобно. Я думаю, также многие из вас сталкивались, когда меньшему отверстие нужно сделать более широкое. То есть у нас получается, что ровно мы никогда не сделаем. Для этих целей нам подавится еще одна дощечка. В ней проделаем сквозное отверстие. Теперь просто необходимо нам навести по центру. Можно, конечно, желательно прижать струбцинкой, но можно, я думаю, руками подержать. Выставляем ровненько. И начинаем свернуть. Сразу видно, что отверстие практически по центру. Как мы поставили, так оно и будет сверлиться. Просто пером так не сделаешь. Для следующей идеи нам понадобится вот такой вот самый обычный гвоздь, наверное, сотка. Откусываем сейчас на нем шляпку. Вот так вот. Другой край берем, загибаем. Вставляем его в шуруповерт, затягиваем. Надо нам связать проволокой. Может, даже если кто-то вверх форматурой, это будет гораздо быстрее, чем крючком. Руками все так не затянешь. Теперь берем нашу приспособу, одеваем. Все, считанные секунды. То есть, прочное соединение получается. Ну, я думаю, проволоку можно не только так завязывать, а еще и при помощи самого просто шуруповерта. Многие, думаю, сталкивались с такой проблемой, когда сверлим. У нас никогда не получится. Ну, я не знаю, там может быть, конечно, и может получиться ровное отверстие. То есть, приставляем угольничек. Видно, что сверло ушло. Чтобы избежать такого, нам понадобится любая ровная, ровный угольничек. Выставляем, берем шуруповерт и прям вдоль стеночки выставляем его и сверлим. На выходе у нас получается все очень ровно. Вы знали, что даже простым обычным гвоздем можно сделать отверстие. Также болту можно придать округлую форму всего лишь при помощи шуруповерта. Либо наждака, либо у шеи болгарки. Но я буду самодельный гриндер использовать. Также можно гайки для каких-нибудь самоделок для чего-то использовать. Также можно скрутить, сделать скруточку. Либо скрутить провода между собой. Может кому-то нужно будет дарить ему цель. Также вставляем шуруповерт. Затягиваем. Получаем такую вот ровненькую косичку. Друзья, у нас получилась вот такая вот подборочка полезных идей с шуруповертом. Кому понравилось, обязательно ставьте лайк. Пишите ваше мнение. Конечно, весь функционал шуруповерта не раскрыт. Напишите, какие еще есть идеи у вас. Вам я жму крепко руку. Желаю всем крепкого здоровья. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok